Россияне выиграли 1 золото и 1 серебро на Че по санному спорту Спорт РИА Новости, 10 февраля 2019 года Россияне выиграли 1 золото и 1 серебро на Че по санному спорту 21.30 РИА Новости, Владимир Остапкович, Роман Репилов РИА Новости, Владимир Остапкович, Москва, 10 фиф РИА Новости, Олег Богатов Спортсмены сборной России по санному спорту стали обладателями одной награды высшего достоинства и одной серебряной медали на чемпионате Европы, завершившемся в воскресенье в Амберхэфе, Германия. Семен Павличенко в субботу выиграл соревнования на одноместных санях, а Роман Лепилов занял второе место. Соревнования проходили 9-10 февраля. РИА Новости, Владимир Остапкович, Семен Павличенко. РИА Новости, Владимир Остапкович, Семен Павличенко. «Только как же это круто, ребята большие молодцы», заявила РИА Новости президент Федерации санного спорта России, ФССР, Наталья Гарт. «Но я ничего другого от них и не ожидала, сами видите, что они творят. Чемпионат мира, теперь чемпионат Европы. Крутые у меня ребята. Тем более, они снова добились успеха на немецкой трассе. У меня нет слов, я очень рада их успеху». «Золото Семена Павличенко и серебро Романа Репилова это очень значимый успех», – отметил бывший глава ФССР и экс-главный тренер национальной команды Валерий Силаков. «И он тем более ценен, что достигнут на немецкой трассе, которую спортсмены сборной Германии не случайно называют своей родной. И немцы на фоне наших ребят просто сдулись. У нас сейчас есть действительно два очень сильных спортсмена, и это нас всех радует. Третьим в состязаниях одиночников финишировал латвеец Кристер Сапарьоц. Россияне Степан Федоров и Александр Горбацевич заняли соответственно 15-е и 19-е места. За этот сезон сборной можно поставить пятерку с небольшим минусом, потому что считаю, что во всех дисциплинах мы должны показывать такие результаты. «Есть еще, над чем работать, подтягивать двойки надо еще. Есть куда расти, и это здорово», – подчеркнула Гарт. «Испытываем гордость за наших спортсменов. Выступаем в этом сезоне классно, есть чем гордиться. Мы о том и говорили, что у нас очень сильный мужской состав, и у нас есть конкуренция внутри сборной, здоровая и хорошая». РИА Новости, Михаил Макрушин, президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт. РИА Новости, Михаил Макрушин, президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт. Триумфатор определит Сочи. Победа в Германии заметно улучшила положение Павличенко в общем зачете Кубка мира. Россиянин получил 100 очков и с 588 баллами поднялся на второе место. Лидирует немец Эханнис Людвиг, 598, третьим идет еще один представитель Германии Феликс Лох, 583. В первую пятерку также входит австриец Рейнхард Эгер, 580, Ирей Пилов, 548. РИА Новости, Нина Затина, Семен Павличенко. РИА Новости, Нина Затина, Семен Павличенко. После победы на этапе Кубка мира во Берхофе у Семена Павличенко отличные шансы стать победителем общего зачета соревнований, тем более что следующий этап состоится в Сочи через две недели. И у нас в отличие от основных конкурентов есть возможность провести дополнительные заезды. Под флагом Германии в соревновании двух местных экипажей лучший результат у россиян показали Александр Денисеев и Владислав Антонов, финишировавшие пятыми. Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли девятое место, Владислав Ежаков и Юрий Прохоров десятое. Чемпионами Европы стали немцы Тобиас Виндли, Тобиас Арльд, второе место занял экипаж Тони Эгерта и Саша Бейнекена, Германия, третий Андрис Шиц, Юрий Шиц, Латвия. В турнире женщин доминировали хозяйки трассы, занявшие весь пьедестал почета. Первое место у Натали Гайзенбергер, второй стала Татьяна Хуфнер, а третий Даяна Эйтбергер. Россиянки Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко и Екатерина Катникова завершили соревнования соответственно на шестом, седьмом, двенадцатом и шестнадцатом местах. Реа новости. Владимир Остапкович, Татьяна Иванова. Реа новости. Владимир Остапкович, Татьяна Иванова. Иванова набрала 516 очков и идет четвертой в общем зачете Кубка мира. Выше россиянки находятся Гайзенбергер, 882, немка Юлия Таубиц, 706, и американка Саммер Бричер, 556. В зачете двоек на пятой позиции находятся Южаков и Прохоров, 463, на россияне утратили шансы на попадание в призовую тройку.